Очень хорошо помню, очень-очень, тоже никогда не забуду, как она бегала, а придолячка, фамилия такая чудная, придолячка бегает и кричит, открывайте окна, снимайте, там бумага какая-то такая толстая была, черная, натянутая, снимайте, говорит, снимайте всю эту маскировку, все, война кончилась, и все повыскакивали на улицу. Вот это, помню, момент еще, что мужики какие-то были, и это, женщины, и держали одеяло, и мы купались вот так вот, а у нас такое веселье было наверху. Вот это, момент, и все, больше ничего, и то даже не помню, это было после эвакуации, если после эвакуации по 4 годика там уже было, да. Вот когда мы ехали на спысе, уже посадили эти вот, ой, коровьи вагоны эти, господи, красные, скотские. И мы ехали, и помню, что, ой, этот момент вообще в жизни никогда не забуду, сколько еще осталось. Бабушка, остановки, почти везде много остановок делали, люди сходили, то для людей специально где-то там подбирали место остановиться, куда-то, чтобы не мешал же наш состав. Вот, то где-то нас уже останавливали, потому что кто-то должен проехать там чего-то. И бабушка слезла, ка этот, варить что-то. Все сразу с вагона вываливают, кирпичики находят там, и какие-то эти дровишки, и варят. Вот, потому что на весь вагон была одна печка, она была с копьем набита туда. А вот посредине она вот так вот стояла, эта печка. И вот эти полки какие-то нам, помню, поделали. Я хорошо помню, что я на полке была вот. Вот, вот этот момент помню. И бабушка, я в этот день, вот какой-то из этих дней бабушка обварилась. Ну, степи я не помню, я куда, какие степи. Была зима, я не знаю, может быть, мама где-то... Вот я даже не помню, все три года мы там были, или четыре года этой эвакуации были, в одной квартире, или как. Наверное, нет, наверное, их переселяли тоже где-то. Потому что я помню уже вот последние вот это, вот же я побольше была, как она уходила на работу, она сажала на кровать, хозяйка не разрешала, чтобы мы даже с кровати сходили. Вот. И мы сидим с Томкой на ножках, так дожмем под себя. А потом, когда мы и играемся, куклы вот так делали на этом, вот так закрывали, морду рисовали ей вот так вот на коленях. Вот. И это. Игрались так. Ну, а когда заиграешься, уже ничего не помнишь. Да, помню еще, что волки вот отдирали маты. Была какая-то очень холодная зима. А какая она была? Первая, вторая, третья, я не знаю. Сильно холодная зима была. И там вот эти маты они одевали на окна, с той стороны, с уличной. А волки лазили голодные, жажрать хотят. Вот так они отдирали эти маты, и нас пугали, и убирали. Потом их отгоняли, зажигали эти огни. Они же боятся огней. Зажигали, и они отступали. Целыми стаями ходили волки. Потом помню, как мы ехали в Одессу. И причем помню уже, как мы вот ехали по нашей улице. Значит, где-то тоже привезли нас в вагонах. Я это что-то, почему-то у меня это не осталось в памяти. Никогда не забудется этот момент. Вот этот момент Бог дал мне запомнить. Такой счастливый, что конец войны. Он приходил к нам, ложил вещи, а мама на работе. А мама приходила с работы, вытаскивала их на кухню или в коридор куда-то ложила. Он опять, пока мамы нет, мы ему откроем, он возьмет вещи и положит. Может быть, он хотел жить, думал жить. Ну, куда жить, если она уже там написала, что она беременна и ждет ребенка. Я играла на улице и смотрю, меня кто-то зовет. Ну, я вышла аж на трассу туда, вот там трамвай бегал и дорога была, да. И там буфеты были. Ожидалка трамвайная это была. И смотрю, стоит он. Ну, наверное, потому что я подошла к нему, что он уж, наверное, видела, может быть, несколько раз, не знаю. И я подошла. И вот они стояли, у них было полстакана или там больше было, я уж не помню. Сейчас, ну, помню, что в стакане налитое вино красное такое, ядреное. Вот, и это самое. И пирожки они едят. Пьют это вино и за пирожками закусывают. И она так облокотилась и такая ко мне, как сейчас помню, ее лицо. Вот я ее прямо сейчас могла бы нарисовать, если бы я была бы художником. Я все черты ее запомнила. Вот, отец мне дал пирожок или она дала, я не знаю. Два, по-моему, два пирожка. Один, Томкий один, не знаю, не помню. Потому что я же приехала, уже немцев-то не было и только бомбили. А эти румыныши были, и мы с Томкой им бросали в форточку соль, а не лебеды на... Ой-ой-ой-ой. Лебеды на травы, лебеды, шпарыш, вот на котелочке такие у них. И они это... Нарежут там этой травы, и кран у нас прямо во дворе был большой. Дома была вода, это кран такой был. Вот, они подойдут, и два кирпичика, там они сварят это. А с соли, без соли, как ее есть? Ну, ели и без соли, наверное. Ну, мы с Томкой бросали, а соль была тогда на вес золота. Мы с Томкой так завернем бумажечку, сколько там сможем. Ну, мама никогда, то ли она не догадывалась, но никогда не ругала нас. И в форточку так, раз, и в бумажку. Вот. Они прямо плачут и благодарят. Ой, да, жалкие были очень они. Очень голодные, жалкие, ободранные, обмотки. У них же не было ни сапог, ничего. Вот что-то там, не знаю, на ноге какой этот человек. А тут вот эти вот обмотки, вот это... Ой, вот это тоже помню момент. Дедушка прислал эту пшеницу. И мама на работе была, а мама работала на рампе там рядом с домом с нашим. Да, и она несла домой. А у нас во дворе еще милиция была. Милицейская это. Ну, как служба, как дом ихний, да, этот... Такой приземистый какой-то, не знаю, там и камеры были. Почему? Потому что я помню, что маму, значит, забрали с этой пшеницы. Она сколько ни доказывала им, что это с деревни мне отец прислал. И ничего не могла доказать. И ее посадили. Вот, посадили, а мы с Томкой вдвоем в эти окна заглядываем. Она там плачет, а мы здесь плачем. Вот. И это самое. И потом, ну, долго ее не держали. По-моему, где-то не больше двух дней. Забрали эту пшеницу. И ее отпустили с пустыми руками.